Здравствуйте, дорогие мои друзья! В сегодняшнем своем видео я расскажу вам о том, как реанимировать сломанные растения георгины. Ведь все мы любим их. Иногда заказываем очень далеко, оплатим большие деньги за это, мечтаем об этих сортах всю зиму. А когда получаем клубни своей мечты, не сказано рады. Но потом получается так, что неожиданно кто-то наступил или неотчаянно сломал это растение. Оно нам очень дорого, мы мечтали о нем. Хотели дождаться его цветения, посмотреть на эти цветы. И так вот вышло. Некоторые отчаиваются, не все ведь знать о том, что растение можно в некоторых случаях реанимировать. В этом видео на наглядных примерах, на множестве наглядных примеров, вы увидите, как можно реанимировать сломанные растения георгины. Вот смотрите, эта георгина была успешно мною реанимирована. Что случилось? Растение было сломано у основания. Это мой самый желанный сорт. Я заказывала его. Я хотела увидеть его цветение. Растение было сломано так, что даже были разорваны ткани стебля. Но мне удалось его реанимировать, как вы видите, с помощью пленки. Вот. И растение прекрасно себя чувствует, как вы видите. И позже оно цвело и развивалось нормально. Как же, друзья, я всё это делала. Вот сейчас вы уже видите случай, второй случай этого года. Растение повреждено. Но, как вы видите, тоже часть стебля, где шло разветвление, отломано. Прямо так вот открыто отломано, если вы присмотритесь. Конечно, если растение не слишком ценно вам, просто отломите эту ветку и не заморачиваться. Но если это сорт долгожданный, сорт, за который заплачены большие деньги, который вы хотите видеть во всей его красе, можно попытаться его реанимировать. И это всё пройдёт успешно. Я гарантирую вам, потому что я проделала это уже не один раз. Вот смотрите, увеличенная съёмка. Видите, вот какая была ситуация. Всё так прям казалось безвозвратно потеряно. Но на помощь пришла пищевая плёнка. Вот берём части повреждённые. Так вот с помощью плёнки скрепляем. Это как бы, как вам объяснить? Всё равно, что вы прививаете растения. Вот тоже там ведь срастается ткань. И так и здесь срастание тканей происходит прекрасно. Георгины прекрасно вот так вот реанимируются. То есть надо стянуть крепко пищевой плёнкой на первом моменте. Здесь тоже повреждение, как вы заметили, было недалеко от основания клубня. И что я делала, просто стянула вот так вот плёнкой. Растение скреплено. И следующий шаг. Вот видите, как крепко уже всё держится вместе. Следующий шаг. Это недалеко от земли. Вместо повреждения вы видите, я засыпаю грунтом. Как бы окучиваю это растение в месте повреждения. Так растение лучше принесёт этот стресс. Стресс-повреждение. А заодно и произойдёт срастание тканей. И растение, поверьте мне, будет развиваться нормально. И оно будет цвести. И стоит это делать, если сорт георгины ценный. Если вы ждали его цветения. И вот как-то так вышло, что георгина ваша была сломана. Я не говорю, друзья, о каком-то таком чудесном исцелении георгины. Я говорю о тех случаях, когда ваше растение переломано. То есть просто согнулась ветка вниз, ткани целы. Или растение надломано. То есть ткани стебля действительно открыто поломаны. Но обязательно должна присутствовать соединительная ткань. Часть ткани, которая соединяет две части, переломанные георгины. Только в таком случае будет работать вот этот способ. Только в таком случае можно его применить. Взять пищевую плёнку и сложить вместе части, которые повреждены. И всё получится. Георгины прекрасно реанимируются. И вот вы видите, как уже выглядит это растение, которое я перематывала плёнкой и присыпала землёй. Все ветки хорошо закреплены. Слом находится под слоем грунта. И впоследствии всё было хорошо. Ветки не увидали, даже листики не увидали. Растение прекрасно себя чувствовало. И росло. Толщина стеблей увеличивалась. То есть срастание произошло. А это ещё один пример. Как вы видите, растение было переломано. Оно было прямо-таки наклонившись вниз. По неосторожности. И этот перелом был не в нижней части растения, а посредине самого стебля. Видите, вот я сделала такие перевязки ему. И сейчас я вам покажу, как всё это было. Я снимаю специально этот пластырь такой вот. Можно и плёнку использовать. Видите, вот рана какая. Это случилось несколько дней назад. Я не снимала, как это выглядело. Но что сделала я? Вот сблизи, видите, растение было вот так вот наклонившись вниз. С одной стороны такое вот даже как бы повреждение есть. Но задняя часть стебля оставалась целой. Я прикрепила палочку, такую по всей длине стебля. И прикрепила её с помощью вот такого вот пластыря вверху и внизу. И само место повреждения тоже перемотала вот этим пластыром. Можно и плёнкой перемотать вот это место повреждения. И таким способом я закрепила переломанную свою гирогину. Это прошло несколько дней, неделя, наверное. Как вы видите, всё нормально. Так вот выглядит всё. Видите, сверху, внизу примотанная палочка закреплена посредине, сама рана. И растение себя прекрасно чувствовало. Здесь, вы видите, уже прошло, даже не знаю, сколько времени, уже бутоны окрасились, и стебель вырос, и листья подросли. Ничего абсолютно не увядало. Всё было хорошо. Это был мой сеянец, и мне было жалко вот так вот оставить всё и не увидеть его цветение. Спасибо вам огромное, дорогие мои друзья. Подписывайтесь на мой канал. Очень много всего интересного у меня о гиргинах, о пеларгониях, о других цветах в моём саду. Такие они гиргины, и так вот можно их спасать, как вы видите. Видите, вот какая рана была. И прошло уже столько времени. И всё, целые цветы даже распустились. То есть не отчаивайтесь, если такое произошло с вами. Всегда можно ситуацию поправить. Гиргины – прекрасные цветы. Пока-пока.